Я не знаю, кого-то еще ждать стоит, нет? Я думаю, нет. Нет? Ну там пару человек точно. Ну да, даже три. Ну, по времени пара началась, как бы. Нет, ну вы можете куда-то ждать. Ну, да. Задержались чутка. Так, собственно, сегодня мы рассмотрим норм потоки. Немного поговорим про вае, точнее, про его модификацию айвае. И вам надо будет в ДЗ-шке запробовать вае и норм поток, реализацию которого мы сегодня разберем. Так, собственно, мы сегодня проговорим про то... Давайте начнем разговор. Мы, когда обучаем вае, мы моделируем совместное распределение на наши переменные и на ладанты. И тогда процесс генерации, он устроен вот таким вот способом. И в ДЗ-шке обычно у нас сэмплируется из прайера, который берется стандартным нормальным. Собственно, мы максимизируем правдоподобие нашей выборки, что равняется сумме логарифмов правдоподобий по объектам. И мы это ограничиваем, собственно, нашей var оценкой. Мы от ожидания Q, Z, E по условию X. Мы решили грифы. Да, и, собственно, теперь вопрос к специалистам по генеративным моделям. Ну, вот так вот мы обучаем. Ну, то есть, простая процедура. Никто нам не запрещает прокинуть ингредиенты, сделать там бэйфорд, оптимайзер.степ и так далее. Окей, ну мы получили какие-то параметры. А что нам дальше с ними делать? Вот как оценить качество нашей модели генеративной? Допустим, если меньше абстракции, допустим, у нас есть министр. Мы научились с помощью ваешки генерировать какие-то цифры. Ну, мы надеемся, что это будут цифры черно-белые. Собственно, как нам оценить, что наша модель работает хорошо? Нанимаешь эсессоров? Они раздеваются. Либо используют дискриминатор какой-то, либо нет. Дискриминатор, интересно. Ну, да, то есть, это подход, который больше для ганов. Берем фит, сетка, которая была обучена на ImageNet и применяем ее на черно-белых картинках в места. И надеемся, что у нас что-то получится. Скорее всего, ничего не получится. Ну, я не знаю, я не пробовал, честно говоря, но интуиция подсказывает, что может что-то поломаться. На самом деле, более простой вариант – это, собственно, пытаться оценить правдоподобие сгенерированных картинок. Ну, если мы тут работаем с полотностями, то давайте и картинки тоже мерить их плотность и как бы смотреть, насколько они вообще правдоподобны. Собственно, цель – посчитать правдоподобие. И это можно сделать несколькими способами. Мы их даже в предыдущем семестре рассматривали. Там первое – это вопрос, кстати, к вам. Как его оценить? И, ну, X – это сгенерированная картинка. Ну, как бы в явных моделях понятно, как. Но у нас вое. У нас вое, да. Ну, приближенно хотят, давайте так. Зачем нам радость? В общем, приближенно. Ну, еще раз, давайте представим. Вот у нас есть обычная сетка. Она принимает на вход. Ну, ладно, давайте еще проще. Нарисуем часть этой сети. Конкретно наш ликотировщик, который принимает Z, выплевывает X. Точнее, он даже выплевывает не X, а он выплевывает PX при условии Z. Да, из которого мы можем уже сэмплировать там X. Собственно, вот плотность вот этого X мы хотим оценить. Z идет из P от Z. Ну, нормально, окей. Хорошо, да, мы ее знаем. Это как бы несложно, а стандартно нормальное. Мы ее можем рассчитывать. Вот тут что-то мы можем рассчитать? Почему? Ну, потому что мы расплевываем Z. Ну, а что это за распределение вообще получится? Нормальное вообще. Нормальное вообще. Окей, это мы тоже можем рассчитать. Ну, мы же здесь выплевываем мюшки, да? Ну, есть. От Z. Да, и Sigma от Z. И X у нас моделируется как... Распределение на X моделируется как, ну, такое вот, с параметром Mio от Z и Sigma от Z. Соответственно, плотность условную мы тоже можем рассчитать. Так, дальше наши действия. Ну, можем рассчитать совместно. Совместно, отлично. Так, следовательно. P, X, Z, известно. Дальше. Как оценить теперь маргинал? Методом Монтекарна. Вот, наконец. Да. Давайте заменим это вот такой вот суммой. Единица на M. P, X, Z, E. Да? Так можно? Ну, и Z, E у нас облигированная стандартная нормальная. Ну, то, что является правильным. Сомнений ни у кого не осталось? Сколько там? Ладно, как оценить можно? Наше правдоподобие сгенерированного объекта. Ты садись, проходи. А откуда мы генерируем объект? Ну, у нас есть в Y, да? Мы сэмплируем Z. Нашла там. Генерируем X. Ну, точнее, мы генерируем распределение на X. Сэмплируем X. Мы хотим распределить, мы хотим определить, насколько он хорош получился. Чтобы это сделать, мы хотим оценить его правдоподобие. Собственно, вот это вот величина. А мы генерируем как следует. У нас есть Q от Z, T, которая отвечает за... Нет, здесь Q-шек уже нет. А, мы заменили на 1 на M. Мы просто берем разные Z, T, и... Так, а все поняли, как в АЕ устроено? Может, мне повторится этот вид? Да нет, все. Что такое Q в АЕ? Нет, такое это просто какое-то промежуточное... Это для обучающих наших объектов мы распределение получали. Ну, обучали. Да, окей. Здесь их уже нет. Мы его как-то сближаем с P от Z, поэтому потом можем генерируем... Исправен, да. Все так. Ну ладно, давайте все-таки... Вспомним, мне кажется, там... Либо кто-то забыл, или не слушал. Так, может, вообще не Z. Собственно, у нас есть две части. Это энкодер и декодер. Да? Как оно встроено... То есть у нас вот здесь вот X. Дальше. Мы прогоняем его через энкодер, получаем Z. Окей. И он как раз-таки из распределения код Z. Ну, собственно, который мы там моделируем. Да, вот здесь у нас есть M, здесь Sigma. Окей. Дальше, собственно, вопрос. Ну, вот мы получили такой латент. Ладно. Пока без вопросов. Такая сплошная ответа будет. Дальше мы сэмплируем из этого распределения какой-то латент. Ну, вот эту Z, например. И посылаем ее в декодер. И он выплёбывает нам X-крышкой, которую мы учимся матчить вот с этим X-ом. Да? Ну, тем самым мы учим вот такой вот автокодировщик просто. По сути. Да? Зачем нам вообще прайер здесь? Вот в этой схеме, например, прайер там нет. Ну, чтобы покрывать полностью наш... Изначально прайер, который был вот у нас. Да, а зачем мы вообще нам нужны? Чтобы потом мы могли генерировать. Вот, да. Генерировать можем. Да, все понимают, что если у нас не будет в этой модели прайера, то есть если мы просто так вот будем гонять сетку, то мы как бы получим автокодировщик, мы там можем сжимать данные, там, деноизить, прочее, но вот генерировать мы не сможем. Ну, или точнее, мы можем хотеть, но... Не факт, что получится. Да. Так, это все понятно. Ну, собственно, давайте теперь вернемся к нашему правдоподобию. Какие проблемы у такого центра? Нужно каждый раз прогонять сетку, типа... Вот M раз, типа, надо прогонять сетку, чтобы оценить. M раз прогонять сетку. Ну, окей. Но это не самое, на самом деле, страшное. То есть, окей, допустим, с этим мы смирились. M раз прогоняем. Есть еще одна проблема. Вот ты сказал такое слово, покрытие, да? А вот как бы... Вот то, что мы здесь берем рандомный Z. Как это будет сказываться на вот этой плотности? Вот именно на вот этой совместной плотности. Ну, представляете, вот у нас, например, есть единички, есть двоечки в датасете. И вот единички матчатся как бы в одни Z, двоечки матчатся в другие Z. А здесь мы берем и вообще произвольные Z пытаемся симулировать из стандартного нормального и оценивать совместную вероятность. Да? То есть, например, Z сматчились... Ну, в общем, вот здесь у нас такие вот единички, есть вот такие вот Z-ки, ой, Z-ки, двойки. Вот наша стандартная нормальная. Например, единички переходят сюда, двоечки переходят сюда. Дальше мы это все генерируем. И мы, например, получили единичку, а Z-ку просамплировали вот отсюда. И... Ну, и пытаемся что-то по этому сказать. То есть, что, во-первых, изгенерируется у нас? Изгенерируется ли вообще что-то? Нет, в этом случае нужно conditional боя использовать, то есть у нас есть какие-то метки заранее ответственного. Ванно. Ну, здесь хотел скорее просто интуицию как бы сказать, что у нас вот это покрытие... Ну, так вот. Вот это покрытие, оно как бы... Оно маленькое, и... Ну, когда мы будем, например, пытаться единички сгенерировать вот из таких Z-ок, то мы будем получать по итогу... В общем, мы будем получать маленькую плотность. Сейчас, я не очень понял, как мы можем хотеть, типа, сгенерировать единичку. Ну, о... Да. Да. Правда. Ну, вот, да, да, то, что таких будет слагаемых слишком много нулевых, и будет мало слагаемых, которые... которые будут чему-то равны, и из-за этого оценка будет шум. Да, и, собственно, второй способ – это использовать там импортный сэмплинг. Он у вас был в прошлом семестре? Да. Ваши действия... Эти коэффициенты... Ну, да, вы как-то их составили, что здесь... Так, ну, давайте... Ровно? Да, какие-то коэффициенты. А, то есть, какова вообще была идея? Ну, нашим сэмплом давайте представить из сада. Не, они там... Типа мы... Есть одно распределение, с которым мы умеем, а есть другое, с которым мы хотим. И мы, типа, вместо оттверждания по тому, которого мы хотим, мы делаем оттверждание, по которому мы умеем, оттормножаем на вероятность, поделенную на эту вероятность. Ну, да, логика, на самом деле, больше к этому. То есть, у нас есть наше код Z, плюс лови X, из которого мы умеем сфилировать, из которого, точнее, на которое мы обучались. И мы можем тогда моделировать вот такую вот штуку. Так. О, моделировать. Брать мотождание, в общем, вот такой вот штуки. Так. Я, так кажется, надо писать вот так. Потому что это, собственно, ялба. Так. Да, и тогда вот в этом случае мы будем сэмплировать Z-ки из, как бы, из распределения, которые соответствуют конкретному X. И из-за этого наши, как бы, наши вот эти плотности, они будут не равны нулю в большинстве случаев. Собственно, какая здесь еще интуиция? Если мы, например, подставим вместо Q от Z, то слов X честное пастериорное распределение, то что мы получим? Давайте от задачек, Егор. Ну, просто R-2P от X. Да. Ну, в уме посчитал? Ну, КЛ 0. Так, ну, я в чем все сделал, я наоборот. Да, в чем все сделал, ладно. Как же Артем спасается? Да, собственно, все так. Быстро задачки сегодня пошли. Да, и тогда мы эту штуку можем, опять-таки, по-моему, анте-карло оценить. Так, вот так вот. Ну, и вот такая оценка, она будет лучше. И ее часто на практике используют, но на самом деле, потом, когда уже переходят на всякие имиджнеты, то даже этого недостаточно, и вот тогда надо будет уже использовать фит. Да. И очень большой выбор, по слову. Можно еще раз хибусы начнем, я не имею в виду, я понял. А, да, это так было вступление, это на самом деле в курсе погано, может быть, если у меня останется время, я прочитаю немного. На курсе погано? Курсе погано, да. Не, одна лекция погано. Просто Дмитрий Петрович не особо фанатов. А фит, в общем, там, если короткая идея, берется инцепшн, который обучен на имиджнете. Инцепшн — это сетка из эпохи VGG. Да, собственно, дальше берется 50 тысяч реальных картинок, 50 тысяч генерированных картинок. Они оба прогоняются через этот инцепшн. Дальше берутся имбэддинги из каких-то последних слоев инцепшн. На этих имбэддингах строится... Ну, точнее, между вот этими пространствами имбэддингов считается КЛ-дивергенция, а, вот это пространство имбэдингов, оно, во-первых, моделируется просто многомерно нормальным, и, соответственно, между этими смоделированными многомерными нормальными считается КЛ-дивергенция, и это, по сути, фит. Все. И это как второй способ, как можно мерить качество картинок. Как бы, если у тебя фит будет маленьким, оно означает, что твои сгенерированные картинки похожи на реальные. Значит, они хорошие. Такое вот. Ну, это такое вступление. А мы там логарифм не забыли? Типа, да, нет ожиданий, по-моему, да, тут как-то странно. Так, там у нас PX, а не LOG PX. А, да, реально. А, понял. Плюс. Так. Да, а вот, собственно, сейчас его надо будет подставить, потому что следующая модификация в IE, это IE, Impotence Weighted Autoencoder. И, собственно, авторы, они задались вопросом, а почему бы тогда не оценивать, точнее, почему бы не максимизировать не обычный, как бы, ELBA с одной Z, а вот именно вот такую вот вещь. И, ну, как бы, интуиция такая, что мы тогда можем лучше оценивать правдоподобие, и, соответственно, наш декодер будет учиться лучше. Так, сейчас мы можем... Так, собственно... Так, окей. Такая вот вещь. И, соответственно, они называют вот эту штуку LM, и тогда у нее есть несколько свойств. Во-первых, первое. При M равной единице, что это такое? Ну, я уже говорил, на самом деле. Монте-Карло-Оценко. Монте-Карло-Оценко. А, сейчас я понял, в чем проблема. Она так не похожа. Вот если здесь еще мотождание добавить... Монте-Карло-Оценко. Монте-Карло-Оценко. М равно бесконечности. А там логарифм от суммы или сумма? Да, там логарифм от суммы. Ну, вот так вот. Типа у нас же M, это же логарифм от ожидания от логарифма. Логарифм от ожидания от логарифма? Если M будет равно 1, чему это равно? А, все, я у него там от ожидания переписал. Так, если M равно бесконечности? Тут просто радость. Ну, если мы L по оцениваем по всевозможным... По возможным пушкам, но это по честным остеренному. Да, сейчас, не совсем, то есть это... Мы же оцениваем L, да, а не Q. То есть Q получается все само по стеренному, а L получается просто вот этим 5x по равноподобиям. То есть логарифм от 5x. И между ними на самом деле существует... Следующая прикольная зависимость, что... Получается, ну, вот L по... Меньше либо равно LK. Меньше либо равно LM. Меньше либо равно L бесконечности. То есть вот эта штука, она подпирает наше правноподобие как бы так монотонно, с возрастанием M. Ну, здесь K меньше. Так, да, и, собственно, эту штуку можно доказать. Нет, я сам буду. Там просто всякие трюки опять в доказательстве. Сейчас вспомнить бы их самому. То есть, по сути, такая штука, типа, она лучше приближается. Да, эта штука лучше приближается. А почему тогда так, как обычно не делают? Просто лишняя сложность? Ну, вот мы поговорим о минусах. Ну, или хочешь, давай сейчас попробуем. Какие минусы у такого подхода? Ну, Лёша сказал уже в самом начале, что у нас если много M, то большая сумма какая-то. Значит, большая сумма. Ну, ну, просто много приходится суммировать. И что? Логарифм не сумм. Прикольность большая M. Очень много, очень дорогая, как операция. Ну, кстати, в каком плане вы дорогая? Суммировать много раз чиселки дорогая, как раз или что? Ладно, ты меня учил. Согласен. Ну, ты логарифм суммы, или... Нет, ты верно мыслишь, но просто надо немного в другом логарифм. Не просто там логарифм, а об от ожидания поставишь. Ну, мы об от ожидания оценим по моноткарту. Ну, блин. Ну, там еще просто же... Это отлично будет рассчитать. Я думаю, через сеть пропустить. Да, надо через сетку пропустить. Вот в этом проблема. Вот, да. То есть мы вместо одного раза цеплируем M раз, и M раз прогоняем декоптер. И вот в этом, да, сложность. Ну, то есть она на минус. Я не знаю, кстати, почему это не из-за этого. Возможно, из-за этого. Но я с вас в A не работал. Так, собственно, доказательства. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, окей, во-первых, давайте возьмем какие-то n штук наших z из условий x. Дальше, во-вторых, рассмотрим следующую сумму, единица на k, сумма по i равна единице duk, ну, каких-то функций. То есть забьем сейчас на вот этот вид, просто скажем, что это функция f от z it. И дальше будем делать следующее. Давайте возьмем вот эти вот it, вот этот набор непроизвольный, как бы, а вот из этого вот множество, процемплированных z1, zm. Ну, просто какой-то набор, то есть... Сейчас как бы обозначить. Давайте, наверное, вот так вот обозначим. g, x, 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 y. И тогда у нас g1, скажем, что gk, они принадлежат множеству от 1 до m. И тогда давайте возьмем отождание по всевозможным таким как бы... По таким выборкам вот этих индексов. Вот так вот я это обозначу, да? Ну, то есть мы можем... У нас карты пять штук, мы выбираем их из m... Из m индексов, и мы можем выбрать их разными способами. Давайте вот возьмем среднее по всем таким... По всевозможным таким выборкам, окей? Понятно, нет? Ну, ладно, сейчас есть еще сантиметр, надеюсь. Так, собственно, дальше сделаем следующее. Пронесем это мотождание в сумму. Так. Так, вот так вот. И тогда чему можно сказать, что равно мотождание в этой функции F от Z? А что это за F? Это произвольная функция F какая-то от переменной вот Z. Ну, вот от вот этих вот переменных. Индекс равномерно распределенный? Да, индекс равномерно. Так, да, средняя от F от Z. Ну, сумма F от Z. Индекс делить на M. Да, все так. Так, здесь, извините, единица на M. Сумма F. Уже есть, а, давайте здесь возьмем индекс. Сумма индекса G от единицы до M. F от ZG. Да? Мы просто берем среднее. Так, окей. Тогда можем заметить то, что вот эта штука, она уже не содержит в себе индекса Y. И, соответственно, ну, вот эта вот сумма и единица на K, они взаимо уничтожаются. И это тогда просто равно к этому выражению. И, соответственно, мы берем все возможные подмножества, вот этого множества, равномерно, берем отмнождание по вот этим вот выборкам. То есть интуитивно понятно, что будет вот что-то так получаться. Ну, да. Так как оно равномерное, то там получается просто... Строго, на экзамен. Да нет, на самом деле это строго, просто... Не, имеется в виду прям по шагам, там, в явном виде мотожждания. А, мотожждание. С пеномиальными коэффициентами. Да, да, плохо. Что-то. Так, окей. Дальше. Дальше, собственно, пишем упражнение для ЛМ. Так. И теперь подставляем вот это вот... Вместо вот этой штуки, вот, вот эту. Так. Да? Ну так, конечно, мы... Так. Получается, мотожждание по всем z. Дальше логарифм. Вот мотожждание по всем z. Логарифм. Дальше единицы на k. Сумма и равна единице на k. Так, теперь используем неравенство Енсена. Вот меняем его вот с этим логарифмом. То есть логарифм мы вот это мотожждание можем поменять местами. Да? Тогда мы ставим больше либо равно. Так. И пишем, что это равно мотожжданию по всевозможной z. Дальше мотожждание по g и. Логарифм единицы на k. Вот так вот. Дальше мотожждание по г. Так, собственно, теперь меняем вот этот мотожждание с этими местами. Так. Так, ну а вот эта штука на самом деле ничто иное, как просто LK. То есть мы берем здесь мотожждание по всевозможным z. Причем их тут k штук внутри стоит. Ну и следовательно, это просто мотожждание как бы от LK. Это и просто LK, так как LK уже константа. Ну и следовательно, мы доказали то, что LM больше либо LK, когда M больше либо LK. Так, да, есть на самом деле еще один минус вот такого вот подхода. Ну, первое, то, что у нас увеличивается патч для прогона декодера. И это может быть плохим. И второе, это что на самом деле случается такая штука, когда мы обучаем... Когда мы берем слишком большое M, ну то есть по нашей логике, что мы хотим обучать вообще правдоподобие. Мы хотим его как можно сильнее приблизить с этой нашей оценкой. При этом есть как бы такое тонкое место. Если мы возьмем слишком большое M, то есть приблизимся слишком хорошо, то наш декодер перестанет обращать внимание на вот этот q. То есть он как бы настолько хорошо будет оценивать p от x, что в итоге q от z перестанет учиться. Такой вот такой вот забавный эффект. Еще раз. Ну, я говорю то, что когда мы слишком хорошо начинаем оценивать, оценивать наше правдоподобие, то декодер перестает учитывать, ну как бы, сказать. Ну вот в этой оценке, когда мы берем, типа, слишком много M, то нам уже не так важно, как распределено q. Потому что у нас, ну, слишком много M, и мы так довольно хорошо покроем. И там как распределено q, ну, по барабану. Потому что и так большая выборка, и как бы все хорошо. И правдоподобие оценивается нормально. И из-за этого вот это распределение, оно как бы перестанет учиться. Потому что, ну, представь, если мы берем здесь миллион M, и какая нам разница, там, типа, какой q. То есть оно, ну, примерно нормальное, оно и все. Без всяких там интересных вещей. И в итоге оно перестанет учиться. Такая вот мораль. И там даже, на самом деле, вот я сейчас так ругомахательно это рассказал, а там есть статья, которая реально доказывает математически, что такое происходит. Так, собственно, дальше. Сейчас, Слава, пока не дальше. Вопрос к доказательству того, что LM больше либо равно, чем LK. Вот у нас здесь LK, оно считается для разных наборов. Блотец-переменных, Z, почему оно все равно константы? То есть вот там, где ты его подчеркнул скобочкой снизу, там же у нас не Z, а один ZK, там у нас другой набор Z, причем, в принципе, может получиться значение... Нет, почему мы тот же самый набор Z берем? Нет, мы сэмплируем M Z, но из них берем только K штук каких-то, которые зависит вообще, индексов. То есть что... Ну понятно, что это тоже самое. То есть у нас все Z должны быть равносильные, чтобы это работать. Что значит равносильные? Ну, сумма от одного... Сумма по K. От одного набора Z из K штук всегда равна сумме от другого Z. А, от других Z ты имеешь в виду? Да. Ну да. Сейчас, мне кажется, это неверно. Нет, не должно быть. Да. Ну да, если ты его рассмотришь, типа... Почему тогда LK константа, если мы можем подставлять разные наборы Z и получать разные LK? Сейчас, еще раз. Сейчас, смотри, вопрос. Мы говорим, что LK константа. Да. Но вот в LK мы в доказательстве подставляем не те же Z, что в определении. Потому что там уже там вот Z. Мы вот ожидаем уже Z. Нет, если ты... Не важно, какие наборы вот этих Z мы взяли, это мы отожидание будет всегда одинаково. Типа в этом смысле. Ну просто если, мне кажется, если возьмешь как бы одни Z и другие Z, то там вот эти оценки, они могут и не... Короче, можно не выполнять суть равенства. Для каких-то конкретных и для какого-то конкретного X. Но мы же им отожидаем, поэтому оно выполняется. Сейчас, но мы им отожидаем. То есть мы берем внутри какого-то набора Z1, Z1. И смотрим, что для него вот эти оценки все выполняются. Так. Нет, ну как я понял, вопрос, Влада, почему вот наша речь, которая как раз выделена, вот, ну которая у нас подчеркнута, почему она не зависит от G? Да. Ну вот, просто потому что, ну какие бы направления... Наборы же так не были изначально, это вот ожидание будет одинаково, типа, для любых наборов. Потому что мы их выбираем из вот этих вот индексов, которые, как бы, ну, которые вот здесь по факту сидят. Ну, понятно, что, ну, никакой разницы не будет, каким-то там мы не брали их. Надо будет пересмотреть записи. Что? Перебрать и курсы. Сейчас, ну, смотри, понимаешь, здесь как бы одни и те же Z-ки. Вот здесь мы берем это ожидание по Z1, Zn. И мы их, как бы, здесь все учитываем. Здесь мы берем, по факту, по тем же самым, как бы, Z-кам, но только здесь не Z-ки, а индексы. Ну и какая разница, какие индексы, если мы уже, как бы, всю возможную зависимость здесь уже уничтожили. Когда взяли вот это мото же данное. То есть все возможные Z-ки уже были учтены в любом случае, независимо от того, какие индексы убежали. Да. Теперь давайте немного сравним нам потоки ВАЕ. Здесь много потоки. Так, и тогда давайте с первым вопросом. Какая у нас вероятность на модель в обоих случаях? Так, это вопрос к аудитории. Еще можно поставить вопрос? Да, у нас мы хотим как-то смотреть, сравнить норпотоки ВАЕ. Первый вопрос. Какая там вероятность на модель? Ну, да, это тоже подходит. Z-tero равно F, композиция F от Z-ной. Z-tero равно... Ага, вам DP именно так, да? Да, прям F-L-U-E-S-L. Ну да, хорошо, то есть... Хорошо. Z равно... Ну, давайте я по-другому буду писать, потому что Z равно F от X, где F это просто какое-то объективное преобразование. Да, потому что композиция объективная, объективная. Все нормально. Так, да. Да, и, собственно, мы работаем с F от X, то есть непосредственно. Так, а дальше... Что мы пытаемся... Да, какая вероятность на модель в ВАЕ? Ну, там мы пытаемся работать совместно, да, с распределением. Ну да, то есть по факту мы работаем с распределением по X по условию Z, с Q в условии X, ну и с нашим прайвером по F от Z. Так. Окей. Дальше... Дальше... Да, целевая функция. Мы хотим максимизировать P от X, как мы его вычисляем? Как мы ощущаем, как это доберетнорпоток? Ну, просто через нормальное распределение и KD. Нормальное распределение и KD, ну да. То есть... Кстати, а кто догадает, почему нормопотоки называются нормопотоками? Потому что нормальным воспринимателям приходят. Типа нормализуют. У нас была какая-то непонятная штука. Ага. Ага, окей. Так, хорошо. Сейчас, наверное, логарифм все записывать. Так вот. И логарифм нашего Екатериана. DZF1X. Да? Или нет? Ну, вроде да. Так. Окей. Что у нас в Ешке происходит? Ну да. Ну, то есть мы, опять-таки, хотим, хотим, что? Мы хотим максимизировать. То есть у нас совместно эти дели? Ну, мы работаем, да, совместно. Мы работаем с ним через... Матэжедрение. Через L-матэжедрение, да. То есть вот в числитель наше совместное. А здесь у нас условное. Вот так вот, да? Да. Окей. Я думал, ты меньше доски займёт. Так. Теперь, собственно, давайте подумаем, если у нас... Давайте поймём, почему... Почему, почему... Почему вот эта штука — это, в частном случае, номер потоков? Почему в пределе мы в итоге моделируем ту же самую функцию, что и в номер потоках? Если у нас, например, Z — это объективное отображение X. Ну, это может быть задачу. Давайте кто-нибудь вдруг поднимите. Ну, я могу попробовать, но я ничего не понимаю. А что надо делать? Ну, у нас в VE, как бы, отображение, оно не объективное. И поэтому мы не можем сказать, что в VE — это то же самое, что в номер потоки. Ну, если мы сделаем его объективным, то... Не, а в VE Z какой имеет размерность? А, Z... Сейчас, ну, Z в VE... Или сейчас, это так, отстранённый вопрос или в предельном случае? Не, ну... Мы хотим, видимо, сейчас, как объективное отображение перейти через... Да, смотри... Ну, Z в VE не обязательно то же самое размерность. Да. Это правда, да. Чтобы оно было объективным, то есть нам надо, чтобы Z и X были одной размерности. Да. Значит, нам кажется, есть какая-то теорема, которая гласит, когда мы уменьшаем размерность, то мы теряем информацию. Ну, да. Так, собственно, давай запишем, чему будет равно... А, чему будет равно вот эта штука и вот эта штука в случае вот такого дейтина отображения. Так, сейчас попробую. ФС по условию включая цена от X. Это у нас... Распределённое сейчас на распределение... Сейчас смотри, вот представь, что у тебя как бы... Ну, что означает, что это объективное отображение? Это означает, что как бы одна точка переходит в другую точку. Именно точку, не в распределении, а точку. Вот когда мы говорим о точке. Что у нас сразу представляется? Это дельта функция. О, да, что это дельта функция. То есть иначе это не было в точке. Получается, это дельта функция. В точке, ну, это X. Да. Там, кажется, X минус F от X записывается. Ну, я иногда видел, что так записывают, потому что... Ну, в целом, хорошо, остается. И теперь... И теперь... Это самое... Да, и теперь... Кушку перепишем. Кушку у нас были нормальные. Сейчас у нас теперь X это... Ой, что я сделал, что я сделал. Не-не-не-не, вот так вот, наверное, сложно. Ну, хотя... Ну, давайте оставим Z. Да, давай Z поставим. Ну, у нас было нормальное распределение. Ну, типа, по идее, это тоже в итоге скопывается. Да. Да. И тоже дельта функция. Да. Офигенно. Так, у нас две дельта функции. Сейчас, тут скорее... По-хорошему надо записать, что это дельта функция Z минус F минус 1. Вот так, еще раз. Дельта функция Z минус F минус 1 от X. Да. Сейчас, F минус 1 от Z, да. Z минус F минус 1 от Z. Z минус F минус 1 от Z. У тебя на вход Z все приходит? Да. Да, 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 да. Да, ну, собственно, теперь у нас есть распределение. Мы можем досчитать вот эту штуку. Перепишем ее... О, да, давай ее перепишем. Давай раскроем ее вот на такие же слагаемые. О, да. Так, ну, сейчас... Давайте здесь будем переписывать. Прямо от ожидания. У тебя, ну, если от ожидания, оно от дельта функции... Оно у нас тут логарифм дельта функции. Они поможем все равно в одной точке только... Там не все так просто, потому что у нас очень много здесь дельта функций стоит. Сейчас, короче, аккуратно сейчас распишем. Да, давай аккуратно. Ну, мы можем расписать через... Через условную... И... Правда. А, мы же хотим как раз разбить на два слага. Да. Угу. Так, прекрасно. Сейчас я аккуратненько сначала распишу, чтобы снизить вероятность того, что кто-то накосячил. Теперь забиваем, что мы хотим там разбить на логарифм прайора и... И что-то еще. Да. Ну, и то, что, наверное, у нас как раз как раз сплопнется с дельтой функцией. Так. Я пока мот ожидания не програсываю. Ну, вот... Продолжение следует... Если умные мысли есть, я всегда рад выслушать. Так, окей. Возможно, они шишукаются, а не об умных мыслях. Так, ну что у нас во втором слагаемом получится за темой? Это логарифм отношения к рейтопункции. И что это такое вообще? Да-да, пока что с первым разберемся. Ну ладно. Логарифм прайера пробрасываем от ожидания к дельта-функции. И что у нас получается? Мы видим логарифм в этой площадке. Логарифм получается, да. Логарифм f от минус первая от z. Так это получается... Логарифм в этом случае? Я думаю, с первая от z это x. У нас это функция? Да. Либо 0, либо 1. Сейчас, почему 0, либо 1, не понятно. Не, мы же прогодим им от ожидания, прям. Короче, давайте логарифм... В одной точке. Сейчас... И плюс, интересно, то, что мы распишем это потом. Сейчас с этим разберем. Ну да, у нас получается, везде дельта-функция это 0, кроме вот точки f минус первая от z, которая у нас равняется x у. И что получается? Логарифм f от x. Логарифм f от x. Ну да. Не, смотри, ну у нас, как бы, от ожидания по дельта-функции, у нас для функции везде 0, кроме вот одной точки. А она у нас не 0, а в точке f минус первая от z. f минус первая от z, это x. Сейчас что-то у нас, кажется... Кажется, если цена на струбе нужна не типа p от x при условии f от x писать, а типа какой-нибудь x 0, там, по-другому его подозначать. Тогда бы... Ну то есть у нас должно быть лог p от z, по идее. Вот здесь. f от x 0 ты имеешь в виду писать? Ну да, спасибо. Типа мы его конкретно x взяли, или просто другое. Лени, у нас все правильно получается. Первая слогаемость отпала в танк, с первой слогаемой. Ну, ну... Давай, начнем. А, сейчас, я понял, что меня смущало все. Меня смущали в третьих формулах. Оставим здесь z. Да, давай ставим z. И подумаем, что это вообще будет. То есть у нас... Еще раз, в смысле, что еще раз? Вот, смотри, то есть это плотность x, да? Плотность x. И мы должны взять точку в пространстве x, а f от x, это точка в пространстве z. Да. f минус первая от z? Да. Да, реально. Блин. Ну, сейчас. Или нет, погоди, сейчас. Да, снизу тоже надо поменять. Сейчас я... Аудитория очень снизу. Тут f от x, да, получается. Нет? Не минус первая, а просто? Да. Да, именно так. Сейчас, секундочку. Да, аудитория отпустила. Да нет. Докажите. В этот раз смотрите. В этот раз смотреться, перемножать хотя бы не нужно. Так что... Ну, и тогда сейчас мы здесь тоже поменяем эту тему. Ну, и все время получается, так да, логарифм bnz здесь. Все в порядке, да? Ну, да. Потому что у нас получаются логарифм. f от x. Да, то есть логарифм плотности в точке f от x. Да. Ну, сразу можно уже... Не, напиши сейчас вот так. Потому что... Вот так? Да. Хорошо. Хорошо. То есть здесь у нас на самом деле z, это конкретная точка. Вот так вот, да? Мело, мало. Вот, да. Так, окей, с первым слогаемым разобрались. Сейчас самая вкусная слогаемая начинается. Да, и там стоит... Давай я перепущу вот сюда сейчас, чтобы у нас больше места. И там как раз... Там что-то можно, но здесь... Матожидание. Сейчас давайте расписываем тоже. Вот так вот, да. Логарифм... Можно сверху. Сейчас давайте оставим, чтобы мы это видим. Нам просто прикинем, что с ним должно быть. Да. Мне кажется, с этими дельта-функциями глазам будет больно. В общем, кто любит эти дельта-функции? Так. Ну а теперь можно подгнать ответ. Как у нас там получается... Как из-за этого можно получить дельта-функция? Видимо, нужно сделать жиреноперемен. Жиреноперемен. Опять тэки. Защит. Ваши предложения? Ам... Я не знаю. Какое неравенство? Какие-то... И там, что-то красивое получится. Не, ну у нас должно получиться равенство, поэтому лучше пока неравенство не писать. Ну, кстати, сегодня на лекции была эта формула, и я в прошлом году еще тоже приводил, или в этом взял. Смотрите конспекты, быстро. Нет, формула замены переменных, вот как плотность меняется. А, с плотностью, с плотностями. Там, а-а-а, я ее не помню. Кстати, я ее могу вывести, вот я ее как раз выводил. Да, мы ее выводили. И, по-это, если сдает, сравняется по-это, то... О, да. Хороший формул. Так, можно записать. Ну, да, и отсюда мы как-то получали формула замены переменных все гебианам. Может, кто-то сразу подсчитал, что там, там, по-моему... О, может, тратилит один из... Чем-то? Может, тратилит один из права, чем-то. Ну, да, на самом деле, гебиан, это... Что такое гебианам? Это матрица производная? Да. Или дельмонант матрицы производной? Ну, да. То есть, чтобы здесь получить матриц производных, тебе надо ДЗ поделить за ДХ. ДЗ под ДХ? Ну, у нас здесь, в целом, тоже в формуле его нет. В смысле, нет. Здесь, по-моему, ДЗ под ДХ, это... ...якобиан вот этого преобразования. Но мы его так оставили, так что пофиг. Так что можем так же оставить. Хорошо. Так, конечно. Ну, и что получается, что опять дельта-функция, она только в точке, ну, мы отождаем, когда берем, она только в точке f от x. Посмотрим, что у нас здесь сейчас. Давай решим еще раз, что вот здесь получится. Там, кажется, это очень просто получалось. Мне кажется, получается, что дельта-функции просто, типа, станут единицей, ну, короче, зановятся и останется их в ДХ. Угу, да, да. Вот так получается. Угу, да, да. Так, еще раз. Можно... Там дельта-функции сократятся, потому что у тебя появится курс z от x. Вот. Вот что мне нужно сказать в этой штуке. Здесь будет курс z плюс лови x. z под x. Соответственно, она как бы со знаменателем сократится, то у тебя получится как раз алгоритфик твоего екалиана. А, мы P от x при условии z расписываем в этой формуле. Да. Ага. Понял. Да, 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 все, все, догнал. Круто. Можно я первая строграмма не буду переписывать? Получается плюс... Пока вставлю антиграл, просто чуть поподробнее. П от x плюс лови. П от x плюс лови. П от x плюс лови. И дельта-функция схлопывается в единицу. И у нас остается то, что должно остаться. Ну да. Только что-то где-то модуль я... Ну, короче, и кобиан какой-то остается, да. Там, когда вот здесь получается преобразование, оно записывается, кажется, с модулем как-то сразу. Да, оно записывается с модулем. Иначе... На южный момент. Может быть отрицательным. Странно. Ну, матан был давно, верно. Терверы. Как говорится, на экзамене придется чуть-чуть построже доказывать, видимо. Нет, на основе нормально заглядится. Просто надо помнить все эти... Чуть-чуть меньше рукомахания. Ну, давайте... Пишем. Да, действительно, в общем-то. Угу. Так, еще раз. Ну, что, почему? Ну, где равно, короче. p от x при условии z, но вот по формуле, по замене переменных, мы добавили dx, dz. Ну, там как бы она без условий, но даже если в условия добавим, ничего не поменяется. И мы подставляем почку. Ну, вот через эту формулу, p от x, у нас сокращаются кушки, остается их пианы под логарифмом. А даже эта функция схлопывается где ничему. Потому что... Ну, и как прям у нас контракт. Ну, да. Ну, это просто ты себя, скорее. Я не понимаю, чтобы... Так, ну что? Еще одну интересную задачу. Да, можно. Нет, намного проще будет. Ну... Нет, там можно передать мелкий Димин, немножко. Вот еще. Да нет, в целом я готов. Мне понравилось. Нет, тут простая на самом деле, просто на закрепление. Ну, раз простая, недостойная у меня задача согласно. Я же простые решаю. А, ну вот. Мне интересно простые решать. Так, ладно. У меня закончили. Соответственно, у нас есть какой-то... Ну, давайте распишем этот граф вычислений, как бы. у нас в NOM потоках и в AE он схожий, по факту. У нас есть X, есть потом энкодер. Выдает Z. Дальше у нас есть декодер. Выдает X. Та же самая схема в AE. А если продолжение таблицы вот этого? Ну, да. А что, тут еще? Давай, выдели... Не, я просто подумал, вдруг я пока буду идти. Какая часть вот этого графа это обучение в NOM потоках? То есть какую часть этого графа... Ну, вот этого. Надо задействовать, чтобы обучать NOM потоках? Да. Сейчас, ну, у нас там происходит преобразование. Профессория может помогать. Здесь? Нет. Ну, и уходов как-то точно проходит. Я знаю. Давай. Всю последовательность действий. Вот у тебя есть X. Что тебе надо, чтобы обучить геносильную модель? Мы применяем для очень нормальных потоков. Нам нужно применить последовательное преобразование F от X. Мы получаем латентное представление. Окей. Что мы, кстати, с ними дальше делаем в нормальных потоках? Я забыл. Обратный проход. Обратный проход. Обратный проход. Зачем? Ну, чтобы это получить... Зачем? Ну, чтобы потом генерировать из Z-ки. Так? Нет, на обучение, по-моему, нет. Ну, да. По факту. Так какой у нас получается? Там... Да, давайте еще раз. Постоянность 10. Какая? Что-то нужно, что-то не нужно. Ну, пройдали после encoder и использовали loss. А какой у нас loss? Мы его уже обозначили. Ну, а loss что делать? Реконстракшн loss какая-нибудь нет. Ну, чтобы получить reconstruction loss, нам надо все-таки в обратную сторону прогнать. Loss вроде делает декодер просто и смотрит на... Это смысл нет, потому что в коде... Ну, что такое loss? Ну, что такое loss? Ноль потоп. Что мы максимизируем? Правдоподобие. Правдоподобие. Хорошо. Как выглядит правдоподобие? Ну, это вот логарифм вероятности как раз x, который мы восстанавливаем, получает. Говорит. Можно записать, пожалуйста. Ну, мы ничего не восстанавливаем. Декодировщики восстанавливают за счетом. Ах. У тебя, обратно, это равно вот. Правдоподобие. Отлично. Нет никакого декодировщика декодировщика... Ну, почему это равно? Ну, я только выписывал в целом. Просто... Вот это Мото Карлаценко? Не-не-не, не Мото Карлаценко, а вот в ноль потоках то, что это логарифм... P от Z? Да. Да, логарифм P от Z плюс ЕКБН. Плюс логарифм КБН. А, господи, да. Так. Так. Угу. Сейчас надо и Габриану посчитать. Ну, вот, считается, ладно. А обычно аналитическим. Ну, считается аналитический и... И что, я делаю ему обратно проходить? Нет, сейчас не надо делать. Да, в какой декодов смысле не надо делать? Ну, да. Ну, получается, что так. Дим, так что? Чтобы обучать, что надо? Ну да, мы получаем. Фит. Так, мы же только обучаем. Так, мы садим разобраться. Ну, вот опять птички на тренинг. Да, и на тренинг. Так, а можешь подписать? Так, окей, дальше. Если мы хотим не ревернуть объект. А? Если мы хотим генерировать объект, что? Ну, кто принимал? Кто дикий? Может, 300 тысяч? Получается, или нет? Я вам с планом силового. Я вам с планом силового. Откуда ты берешь Z? Правил? Какой правил? Ой. Ну, нормальное распределение у нас же. Потому что нормальное распределение. Нормальное распределение. Нормальное распределение. Там, кажется, кстати, есть и нет норм в потоке, но в основном... Ну, я таких работ не видел, так что давай. В итоге, короче. Предикт. Тесты, генерация. Так, ну, вот. А, написать, в смысле. Да, написать. Сэмпл. Нет. Тест, короче. Да, пойдет. Ладно, теперь... Да. Сейчас, давай еще. Да, сейчас. Что еще, может быть? Придется. Интересно, а вот, например, а как можно измерить качество работы новых потоков? Импровизация, давайте подумаем. А, предыдущие механизмы... Уже на тесте, в смысле? Да, на тесте. Типа точно, что мы что-то генерируем, но как раньше не получится. Как раньше, то есть оценить, правда, в ладе. Да. Вот я думаю, насколько это будет вообще... А, нет, погодите, у нас же лосс это, правда, подобное. Тогда мы не можем так оценивать. Почему? Мы не можем отценить. Ну, потому что у нас, типа, метрика это лосс. Мы тренируем метрику. И что же плохого? Нет, ну, в этом целом... Ну, единственное... Когда мы участвуем, для этого мяча, да? Который лосс это и есть качество. Тут то же самое. Нет, ну, типа, мы максимизируем там, или минимизируем, у нас он как бы, что он отрывает. Ну, хотя... Ну, если ты получаешь регрессию, то у тебя тоже, как бы, ничего, кроме лосса, у меня... Это нечего плохого. Нет, ну, мы потом вредим регрессию. Какую-то задачу прогоняем, как бы, через какие-то соответствующие метрики. Ну, и так и не... Сейчас, ну, вот, например... Там только у нас есть. Процесса проблема, вот, например, из генерации текстов кто-нибудь игрался, когда-нибудь... Ну, то есть, что мы там делаем? Мы берем сетку, генерируем текст авторевизионно, и дальше мы хотим оценить... Ну, обычно мы не оцениваем перфлексию сгенерированного текста, а перфлексия по факту та же самая оценка, которая правдоподобие. И мы обычно делаем другое. Мы обычно берем реальные тексты и прогоняем, там, например, отложенные, и прогоняем их через модель и оцениваем их плотность. Ну, то есть, тут проблема в том, что мы, как бы, иксы, которые мы сгенерировали, получили с использованием этого волоса. Да. Нельзя туда же засовывать. Например, на тот же лук, не знаю, по приближительных системах, потому что ты не можешь проверять эти, по качеству, на них. Да, генерируемые, иксы, по-дальше, неправильно. Вот, хороший вопрос, но мне тоже кажется, это, возможно, какой-то хак. Типа, мы сгенерировали икс, потом посчитали его плотность с помощью той же самой модели. Кажется, что если, например, модель выучилась генерировать единички, или, наверное, не единички, а просто черный фон, и она его всегда генерирует, то, да, ее плотность от черного фона будет максимальной. Что я вижу в модели? Икс, оценивать генерацию, да, и можно про тест. На тесте мы так скажем. Сейчас, а что же про тест? У нас тесты есть, мы же генеративную модель обучаем, у нас это есть. Ну, если оценивать генерацию, можно посамплировать из нормального, закинуть в модель, и нанять кучу его размечивания. Не, не возьмите, займите, что получится. Я, 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 я такой сглазокинка смотрю, да, офигенно, не согласен. Ты говорил, да, про то, что сравнить, типа, на реальных текстах, ну, на реальных, в общем, объектах, иначе. Ну, вот, на реальных объектах. Прикольно, где? Да, может быть так. Можно еще, но вы можете подумать дома, рассказать, в следующий раз. Понятно. И я тоже задам. Домашнее задание, наконец. Что-то сротканические реальность. А почему ты не можешь просто на тесте оценить качество? Оценить качество на тесте. Сейчас, тест, это, что ты называешь тестом? Сгенерированные объекты? Нет. А что? Просто тестом, отложенный. А, ну, окей, да. Берем отложенную выборку и смотрим на ней качество, да. Ну, как бы понятно, что если она смотрит, плохо научилась, и мы показали какой-то новый сэмпл, то я бы еще изучил. Да, если она верфитнулась, и она показывает низкие значения на новых объектах, значит, она верфитнулась. Да. Так, окей, с этим разобралось. Давайте перестаем. Так, я сюда вот ищусь. Хорошо. Дим, какая у нас последность действий, когда мы обучаем бою? Даши, да, Дима. Спасибо. Она сидит, скучает. Ну, что, сначала мы обучаем, чтобы получается n-кодовый. Будем искать хорошие, а потом кодовый. Мы не имеем хорошие листы. Сейчас, Дима, кстати, не хочет ли мыть? Нет. Надо вспомнить. Давайте... Нет, мы боялась полностью весь витал на обучение. Окей, ну, давайте так. Чтобы обучаться, нам нужно считать loss, да? Да. Окей, что нам нужно, чтобы считать loss? Или что такое loss? Совместное предподобие. Совместное предподобие, хорошо. Так, а как его посчитать? Мама, ты дома пробуй, если что. Ну, это же дома. Дом разберемся. Дома спокойнее. Сплый. Через L? Через L, так. Хорошо, да. Продиктуешь, что... Молодежь, давайте, в токсические градиенты, да? Сейчас, можешь продиктовать, что L бы себе представляет? Сумма и от 1 до n, интеграл q от затыта при условии фи. Так, еще раз. Сумма и от 1 до n, скобочка открывается. Интеграл q от затыта при условии фи. Логарифм p x и т при условии затыта т. Д заты. Затытая т т. А, под L, господи, да, до затыта. Да, до затыта. Минус kl от q, затыта при условии фи и п от затыта. Угу. Ну да. Как вот это? Фи параметры. Энкодер, да. Так, ну давайте рассуждать. Да. Да, и вот то, что, можешь записать, то, что мы сказали? Фи это параметры чего? Это энкодера. Да, ну можешь вот сверху стрелочкой обозначить, что это? Фи, давайте вот. Нет, 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 нет. Фи, короче, вот здесь. Да. Так, дальше. Ответ, ответ. Да, ответ, да, окей. Ну, как минимум это означает то, что нам надо все-таки прогнать всю сетку. Да, всю сеточку прогоняем и потом уже что-то что-то, окей, все, train это весь граф вычислений. Да. Сейчас, окей, если, например, у нас x это бинарная картинка, ну то есть, например, минист черно-белый, то есть у него значение пикселей это 0,1, соответственно, как бы ты обучал вот эту штуку? Я не знаю. Ну, так бы у нас уже не получилось. Окей, чат GPT, расскажи мне, как мы получились. Так, еще раз, у нас черно-белые картинки. Да, ну то есть у нас пиксель может принимать только два значения, 0 и 1, то есть это по факту в каждом как бы пикселе изображения это задача классификации. То есть это вот хорошо, тогда... Ну, тогда надо прогонять, там, считать лосс. Ну да, то есть тогда, что я хочу сказать, чему... Чему бы тогда ровнялась вот эта вот штука? Ну, то есть, да, ну или другими словами, как вот это рассчитать? То есть KL, окей, KL несложно рассчитать, это нормально, это нормально. Аналитическая. Да, хорошо. Как это рассчитывать в случае данной классификации? Ну, типа, на лекцию мы, понятно, делали, там, этот... ВВД репариметризация, а сейчас тебе не получится так сделать. Потому что репариметризация не работает в дискретном условии. А что там работает? Дереватьев 3 всегда работает, вроде бы нет. Ринфурс. Сейчас репариметризация... А в каком месте вы репариметризацию делали? Ну, вот как раз... Мы, кажется, делали вот здесь или... Да. Да. Именно фактически как раз... На созависимости от φ условия мы от нее избавлялись как раз репариметризацией. И при условии φ именно такие... Сейчас репариметризуем, репариметризуем более... Ну да, но чтобы не сэмплировать z, а чтобы по-другому сделать? Ну да, мы там y сэмплируем, и все. Сейчас кажется, что все хорошо здесь. То есть, b x и то при условии, если у нас x и то принимает 0 и 1, то это что? Это неимая комбинация, значит, вероятность нолика при условии на 1-x, плюс x на вероятность 1 при условии... Логистическая функция потерь. Она самая. Вот. Жесть. Ну, по-пиксельным. Круто. Да. То есть, и просто такой прикол, что если мы будем здесь MSE обучать... А сейчас MSE... Да, кажется, он хуже обучается, но сейчас... Я постараюсь понять, он там не выродится. Мне кажется, это не... Ну, такие вот дела. Так, что еще здесь? А, хорошо, генерация. Окей. Можешь обозначить? Так же, как и тот? Так же, как и тот. Да. И сверху что здесь тестов? Ну, получается, он уже от начала сэмплирования идет. То есть, где-то мы сэмплируем exprider и мы сэмплируем z-ки, прогоняем их через decoder. Угу. И вот, типа, вот здесь вот получается, это тест. Да. Да. Смотри, такой случай, когда со мной произошла такая ошибочка, когда я делал ваше домашнее задание. Я, значит, когда обучал, я сэмплировал z во время обучения, не из q, а из prier. Угу. Что тогда будет происходить? Ну, просто у нас какое-то, ну, просто предположение о том, как должны z-ки выглядеть. Ну, мы этим ничего не обучаем. То есть, мы типа сэмплируем непонятно что. То, что мы придумали. На фига мы тогда обучались? Нет, сейчас. У тебя энкодера вообще, получается, нет, как бы, да? Да. Раз ты исправил, рассэмплируешь, они исправят. Вот это да, это уже, да, это разумно. Окей, энкодера действительно нет, потому что моего людей не учитываю. Ну, да. Так что, в итоге, дальше что? Я в энкодер. Хорошо, энкодера нет. Энкодер не обучается. Энкодер не обучается, согласен. А, сейчас, энкодер на самом деле нет, я не согласен, но он все-таки обучается. Он обучается, но если мы сэмплируем из правила, то, из prier, то смысл тогда было этого обучения? У нас был и так проект. Если мы сэмплируем из prier, то у нас дата тер, и мы будем брать. Секунду. Смысл этого обучения, что теперь декодер умеет что-то генерировать, даже из prier. А, ну да, по факту. Так, вот, повтори. Но мы будем в дата терме, если берем из prier, брать матожидание не по пушкам выученным, а по prier. Так. И тогда, чтобы максимизировать матожидание логарифму, мы просто будем все затиты и теты сгонять так, чтобы все в центр, в нолик. Короче, будем все затиты и теты настраивать для всех икситых одинаково. Потому что у нас... Текты уже не настраиваем, у нас все настраивается. Сейчас проблема, что как у нас получается область, ну, z-ку мы вот сэмплируем, то есть вся вот наша нормальная стандартная, и говорим, как бы, когда... Ты должна вот из-за этой z-ки получить там единичку, но вот из-за этой же z-ки получить двое, ну, из-за этой же z-ки должны все что угодно уметь сэмплировать. Так. Из-за этого, ну, сеть как бы будет, понятно, как-то... Так, окей, и чему нам учиться в итоге? Ничего. Не, ну что-то надо сэмплировать будет. Непонятно, что... Сейчас, окей, а кто-нибудь с ганами примерно знаком? Ну, да. Да, да, примерно знаком. Так, окей, как ганами работают? Вот именно генерация. Случайно что-то подается, Так. Из него генерируется. Из него генерируется. Так. Вот то, что я сейчас делал. Тоже под вашу часть. Это GAN? Ну, это не совсем GAN, нет. У меня там не было, как бы, дискриминатора. Поэтому это не всем GAN. Но вот часть генератора, она была в той же самой. Концентрированный GAN, получается. Ну, допустим. Я про то, что он все-таки научится что-то делать. Да. То есть он просто будет из шума сэмплировать какие-то иксы. Просто мы ему как бы сами говорим, что ты должен из этого шума уметь все что угодно сделать. Да. Да. В общем, и такая забавная ошибка, что я ее ловил сам. Сейчас. Как здорово, что ты нам о ней рассказал, мы обязательно ее не поймаем. Верно? Сейчас я что-то заберу. Только не делюсь. Да, не делюсь. Так и будет. Так, а сколько у нас там генератора? Генератора. А, ну отлично. Ну ладно. Грация успеет быстро маркетировать. Солигор. 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 Окей, отдает просто до нормального стабилия и все. Ифер стабилия и все. Ифер стабилия и все. Да, с этим. Оно как бы фиксирует. Ну то есть оно по сути выродится, потому что оно выродится. Матчить любые иксы в нормальном распределении. Ну кстати тут вопрос. Тоже забавнее. Когда ты читал градиент по фи, ты там тоже поставлял, типа, прайер? Да, я читал градиент по фи. Ну типа, от этого зависит как раз как будет обновляться фи. Сейчас, градиент по фи. Нет, он же начинал этот фи, он просто сэмплировал меня. Да, я сэмплировал меня. То есть я брал, я брал мат ожидания и дисперсию прайера. А, то есть нам не надо будет домашки самим градиенты считать. Сейчас, а что ты нас считаешь? Градиенты поехали цены писать? Да, да, да. Ну ладно. Ну, можешь на куди написать. Думаю, плюсик поставится. Если у проверяющего не сгореть. Мать, проверяющий. Это было лучше, чтобы... Так, собственно, давайте обсудим еще, как вообще создавать нормпоток. Как строить объективное топоржение, да? То есть у нас сейчас единственная проблема, что надо как-то объективное топоржение построить, а как-то непонятно. Потому что нейронная сеть — это не BXU на топоржение. И вот первая архитектура, которая это предложила — это realMVP. Они то ли на сэфаре, то ли на внесте все это делали. И у них это впервые заработало. Соответственно, давайте рассмотрим X. А можно уже расшифровать? О, не, не могу. Я сниму. Так, XA, XB. То есть это наша входная картинка. Дальше мы записываем как бы один шаг преобразования в следующем виде. А к чему приколу? Зачем мы так A и B? Сейчас, видите, не делаем это. Так, здесь мы переносим просто XA. Дальше. И XB мы делаем следующее. XB умножаем на какую-то функцию. Они предложили вот в таком виде. Это, может, немного похоже на attention. По-моему. Или нет. Плюс какой-то сдвиг. Так. Не, ладно. Фиг не сказал. Что происходит? А? Что происходит? Что происходит? Я думал, что здесь может быть сходство с attention. Если бы они брали здесь softmax. А это что? Ну, это... Нет. Это сетка, да. Собственно... А ты всего пропустил, да? Ну, не представляешь меня здесь. В общем, мы... Да. В чем проблема норм потоков? В чем проблема норм потоков? Боже. Ну, смотри... Они не гибкие нам, Дмитрий Петрович, говорил, что это не гибкая модель. В общем, слушал кубическая сложность. Да. Сейчас. Егор просто не слышал. Смотри, у тебя есть нейросеть. Да. Есть изображение. Как из этого сделать норм поток? Или можно ли сделать его вообще? Ну, норм поток. Ну, норм поток. Ну, у тебя есть резнет. Да. Сейчас, сейчас. Ты не знаю, там, юнет. Пусть будет, чтобы на выходе и на входе... Нам нужно какое-то объективное преобразование. О, да. И с ним проблема. Да, и с ним проблема. Потому что все нейронные сети, которые вы знаете, они, скорее всего, не объективны. Ну, да. Все изображения. Да. Собственно, вот такая вот нейросеть, она объективна. Кстати... Ну, да. Так и строили. Вот, в общем, если мы записываем, как бы, преобразование вот в таком вот виде, где мы... Ну, вот мы разбиваем нашу картинку на какие-то две части. X, X, B, независимая. Дальше. Мы применяем преобразование к двум частям следующим образом. Первую часть мы просто копируем. Вторую часть вот мы вот так вот трансформируем, где S и T — это наши нейросети. Ну, какие-то сетки. И получаем Z... Ну, мы делаем это очень много раз. И получаем только Z, Z, B. Так... Кто какую проблему здесь видит? Откуда брать S и T? Ну, про это просто... По-первых, у нас столько слоев не накрутим, у нас верхняя не меняется. Вот это да. То, что у нас XA реально постоянно будет оставаться тем же самым. Как это решить? Ну, делать случайно проистановку всех элементов. Ну, кстати, да, нормально. Но они делали... Они делали что-то попроще. Они вытягивали картинку... Ну, они поставляли таким вот кубиком. Ой, кубиком... Параллелепик, да? Соответственно, вот это наши каналы. И они брали каждый четный канал за XA, каждый нечетный за XB. И потом их... И на следующем этапе они их переставляли. Понятно, да? Я поеду еще раз что они делают? Ну, то есть вот у тебя какое-то количество каналов. Ага. А, они переставляли каналы каждый раз. Да, то есть и вот это, и вот это, и вот это это XA, а вот это, и вот это это XB. А можно ты показать, почему это объективное отображение? Да, давай. Пощади пять минут осталось. Сейчас. Нет, это не было очевидно. Ну, тут на самом деле все просто. Надо просто F-1 вывести. Если ты ее выведешь, то... Хорошо. Я могу узнать, что, значит, первая часть F-1 будет она сама. Да. То есть ладно, давай я напишу что-нибудь типа F-1, и тут ZA и ZB. Сейчас мы идут на вход, надо получить, что это будет. Ну ладно, сверху понятно, что это будет у нас X, ну ZA получается в таких формировках, когда ZA будет. Да. Она останется. А что снизу будет? Давай я прямо отдельно как-то напишу, типа, что у нас тут. Было F-1, X, или у него... Нет, ZB, ZB выписывай. Что? ZB выписывай. Ну, типа... Ну ладно. ZB равно XB на E в степени SXA плюс CXA. А, ну ладно. Хорошо. А, ну отсюда должны XB вырастить ведь, да? А, ну ладно, да, здесь тогда очевидно получается. XA не влияет ни на что. Просто немного путают эти самые значения. Да, в окладе действительно очевидно. ZB, да, минус XA делить на E в степени XA. Ну да, и давай теперь XA заменим на ZA. Да, ну потому что это одно и то же у нас. Да. Ну ладно, не буду, наверное, переписывай. Да, понятно, что это, ну прям, явно выражается. Сейчас, нет, давай что-то перепишешь, и давай найдем и гобиантов, и все. Давай, сюда тогда перепишем. Что это? ZB и ZA делить у нас экспоненты SA. Вот, ну это у нас… Там экспоненты, да, по элементам. Ну это… Не, нормально, ZB. Ну, у нас деление тоже получается, это как-то Адамарова, типа элементная. Так, давай до якобиановской штуки найдем. Быстрым. Хм. Окей, ну это надо частный производный XA найти. Не, а что здесь искать-то? Это вообще не вся копируется. Ладно, я просто наведу там. D, Z, A… Ладно, по D, XA… Смотри, давай… А, ну, давай. Ну, вернее, единичная матрица получается, да? У нас это… D, Z, A, B, D, Z, B… Ой, XB. Ну понятно, 0. Типа… Типа… Пока было… Да. Пока было несложно, ладно. Типа… Д, Z, B… По D, XA… Да. А нам… Нужен ли он нам? Да, можешь и не считать. Ну ладно, могу не считать. А почему ты можешь и не считать? Ну, сказали, что не могу. Ну, при подсчете определителя он на ноль умножится, да? Да. А, да. Ммм… Ну да, логично. У нас получается блочная матрица, по сути, это произведение этих блоков. Да. Поэтому, да, он как раз должен быть какой-то не очень простой. Хороший, да. Типа… Вопрос, чему он равен. Типа… А… D, Z, B… По D, X, B… Ну… Ну, получается просто… Ну, экспоненты. Угу. Так как у нас там поэлементам все. Ну, это диагональная матрица из экспонентов. Да, да. Экспоненты. А, X. Ну, ладно. Да. Ну, получается, считается, это определитель, но если то просто… Угу. Он все равно равен вот… Какой-то теме? Нашим экспонентам. Произведение экспонента. Да, каждое время. Говорится, аудитория боится, что делать? Кровозный, спешуй. Ну, наверное… Там были еще пару модификаций этой сетки, где… Какая интуиция того, что они сделали? Просто какое-то объективное преобразование в IT? Которое было похоже на нейронку. Хороший вопрос. Наверное, да. Да, наверное, просто какое-то объективное отображение. Кстати, это очень популярное объективное отображение. Там есть еще… У меня, я что-то подзабыл. Область… Что они делают? Они то ли attention… Короче, у Яндекса Search, кто знает команду Ежа и Макса Рябинина, вот у них есть несколько работ, и они там же юзают вот такие вот сетки. Только они не для новопотоков, а для… Для чего-то другого они это используют. В общем, тоже крутой игры в кофе. Можно почитать. Так же есть… Да, так же была другая следующая сетка, называлась Glow, и там они… А, вот, да, вспомнил. Они применяли… Как называется… Одноразмерные… Сверхи один на один, в общем, вдоль канала. Да? Это для текста в Glow? Или… Не-не-не, для… Да для чего вот? Ну, не, вообще для картинок. Так… А я подумал про Glow… А, я понял. Нет, там, кстати, типа… На конце W они… Да, типа Glow как C… Да, да, да. Да, и в общем… Ну, на самом деле, перестановка КВ-пиксель – это тоже частный случай свертки, да? Один на один. И они просто делают свертку один на один поканально, а она тоже у нас объективная, и… Вот. И это получилось даже лучше. В общем, всё. А вот в чём прикол ещё раз, то, что мы… Я разбил на XA, XB, вот ты говорил, что проблема в том, что перекопируешься XA, типа… И ещё он слушал… Ну, вот ты говорил, перекопируйся…